Первые государства появились около шести тысяч лет назад, но далеко не все смогли дожить до наших дней. Некоторые исчезли навсегда, от других остались лишь названия, но есть и те, которые сохранили связь с древним миром. Приветствую тебя, ты на канале Другая История. Армения История армянской государственности насчитывает около двух с половиной тысяч лет, хотя ее истоки следует искать еще глубже в царстве армия Шубрия XII век до н.э., которая, по предположению историка Бориса Петровского, на рубеже VII-VI веков до н.э. превратилась в скифо-армянское объединение. Древняя Армения – это пестрый конгломерат царств и государств, которые существовали одновременно или сменяли одно другое. Табал, Мелит, мужское царство, Хурицкое, Лувийское и Ураратское государства – потомки этих жителей в конечном итоге влились в армянский народ. Термин «Армения» впервые встречается в бухистунской надписи царя Персии Дария I в 521 году до н.э., который так обозначил персидскую сатрапию на территории исчезнувшего Урарту. Позднее в долине реки Аракс возникает Араратское царство, послужившее основой для образования трех других – Сафена, Малой Армении и Великой Армении. Примерно с III века до н.э. центр политической и культурной жизни армянского народа перемещается в Араратскую долину. Иран История Ирана – одна из самых древних и богатых на события. Опираясь на письменные источники, ученые предполагают, что возраст Ирана не менее 5000 лет. Впрочем, в иранскую историю они включают такое противогосударственное образование, как Элам, находившееся на юго-западе современного Ирана и упоминающееся в Библии. Первым наиболее значительным иранским государством было Мидийское царство, основанное в VII веке до н.э. В годы рассвета Мидийское царство значительно превышало в размерах этнографическую область современного Ирана Мидию. Во вести эта область называлась страной Ариев. Ираноязычные племена медийцев, по одной из версий, переселились сюда из Средней Азии, по другой – Северного Кавказа и постепенно ассимилировали местные неарийские племена. Мидийцы очень быстро расселились по всему западному Ирану и установили над ним контроль. Со временем окрепли и смогли разгромить Ассирийскую империю. Начинание медийцев продолжила Персидская империя, распространив свое влияние на огромные территории – от Греции до Индии. Китай По утверждению китайских ученых, цивилизации Китая около 5000 лет. Но письменные источники говорят о чуть меньшем возрасте – 3600 лет. Это время – начало правления династии Шан. Тогда была заложена система административного управления, которая развивалась и совершенствовалась с менявшими друг друга династиями. Китайская цивилизация развивалась в бассейне двух крупных рек. Хуанхэ и Янцзи, что определило ее аграрный характер. Именно развитое земледелие отличало Китай от его соседей, которые проживали не в столь благоприятных степных и горных районах. Государство династии Шан ввело достаточно активную военную политику, что позволило ей расширить свои территории до пределов, включавших современные китайские провинции Хэнань и Шанси. В 11 веке до н.э. китайцы уже пользовались лунным календарем и изобрели первые образцы иероглифического письма. Тогда же в Китае сложилась профессиональная армия, использовавшая бронзовое оружие и боевые колесницы. Греция Греция имеет все основания считаться колыбелью европейской цивилизации. Около пяти тысяч лет назад на острове Крит зародилась минойская культура, которая позднее через греков распространилась и на материк. Именно на острове обозначаются зачатки государственности. В частности, появляется первая письменность, возникают дипломатические и торговые отношения с Востоком. Появившаяся в конце третьего тысячелетия до н.э. эгейская цивилизация уже в полной мере демонстрирует государственные образования. Так, первые государства в бассейне Эгейского моря на Крите и Пелопонесе строились по типу восточных деспотий с развитым бюрократическим аппаратом. Древняя Греция быстро разрастается и распространяет свое влияние на Северное Причерноморье, Малую Азию и Южную Италию. Древнюю Грецию часто называют Элладой, однако местные жители самоназвания распространяют и на современное государство. Для них принципиально подчеркнуть историческую связь с той эпохой и культурой, которая, по сути, сформировала всю европейскую цивилизацию. Египет На рубеже 4-3 тысячелетия до н.э. несколько десятков городов Верхнего и Нижнего Течения Нила были объединены под властью двух правителей. С этого момента и начинается 5000-летняя история Египта. Вскоре возникла война между Верхним и Нижним Египтом, итогом которой стала победа царя Верхнего Египта. Под властью фараона здесь образовывается сильнейшее государство, постепенно распространяющее свое влияние на соседние земли. 27-вековой династический период Древнего Египта и есть золотое время Древнеегипетской цивилизации. В государстве формируется четкая административно-управленческая структура, развиваются передовые для того времени технологии, а искусство и архитектура поднимаются на недосягаемую высоту. За прошедшие века в Египте изменилось многое – религия, язык, культура. Арабское завоевание страны фараонов кардинально перевернуло вектор развития государства. Однако именно древнеегипетское наследие является визитной карточкой современного Египта. Япония Впервые упоминания о Древней Японии содержатся в китайских исторических хрониках первого века нашей эры. В частности, там говорится, что на архипелаге было 100 малых стран, 30 из которых установили отношения с Китаем. Предположительно, правление первого японского императора Дзиму началось в 660 году до нашей эры. Именно он хотел установить власть над всем архипелагом. Впрочем, некоторые историки считают Дзиму полулегендарной личностью. Япония – это уникальная страна, в отличие от Европы и Ближнего Востока, на протяжении многих столетий развивающаяся без каких-либо серьезных социальных и политических потрясений. Этому она во многом обязана географической изолированности. Если учитывать непрерывающуюся более двух с половиной тысяч лет династическую преемственность и отсутствие кардинальных изменений границ страны, Японию можно назвать государством, имеющим самое древнее происхождение. Победители из прошлой викторины Александр Евсеев, Богдан Бурцев, Тесла Поздравляю вас! Вы быстрее всех дали верный ответ на викторину. Овации в студию! Викторина в конце видео При отправлении поезда, как правило, машинист сначала немного сдает вагоны назад и лишь затем двигается вперед. Почему он это делает? Если тебе понравилось видео, помоги мне распространить его. Лайк, подписка, колокольчик. И не забудь поделиться с друзьями в соцсетях. Субтитры сделал DimaTorzok